И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И сегодня у нас первый, я не буду говорить пилотный, но точно пробопера, что называется, проект. Сегодня в гостях у нас очень интересные люди. Это люди, которые основали Институт Человечества. И я, и мой коллега Андрей Метлёв, сегодня встречаем их вот в нашей студии, и я всё-таки их представлю. Давайте будем знакомиться. Ну, бесспорно, вы их каждого отдельно знаете, но вот все вместе всё-таки давайте ещё раз познакомимся. Итак, Сергей Датюк. Сергей, здравствуйте. Тарас Бебешко. Владимир Никитин. И Юрий Чудновский. Сегодня, боюсь, что я задам только вот один единственный вопрос. Что это за институт вообще такой, человечество? И вот не кажется ли вам, что, помните, вспоминается, вот, слишком далеки они от народа почему-то, как про декабристов. Вот это про вас или нет, расскажите? Ну, разбудили герцоги всё-таки. Так вот, я аж об этом. Кого будете будить? Какая цель? Зачем вообще этим заниматься? Кому интересно? Вы знаете, это тот случай, когда вам не надо слово предоставлять. Вот каждый, что хочет, то и говорит. Ну, давайте я начну. Обсуждая проблемы Украины и проблемы, которые возникают в мире, мы поняли, что нету такой точки на земле, из которой эти проблемы могли бы быть решены. В том смысле, что любой человек, родившийся на земле и занимающийся решением проблемы, привносит в это решение свою историю, свою культуру, свое отношение, определенное его гражданством, его самоопределением, в решение этих проблем. В то время как проблемы, которые сейчас возникают, не могут быть решены ни из одной культурной позиции. А это означает, что нам надо преодолеть для их решения свою определенность. Не может так решена быть экологические проблемы, которые сейчас возникают перед человечеством, поскольку соблюдение интересов той или иной страны закрывает путь к решению проблем. Не могут быть решены геополитические проблемы, точно по тем же причинам. И поэтому нужно было определиться с позицией, из которой можно обсуждать решение глобальных проблем. И оказалось, что единственная позиция – это человечество. То есть это просто о глобальном говорим? О глобализме, да? Нет, нет, нет. Вот, пожалуйста. Как раз попытка выйти, как бы создать способ мышления, взгляд от человечества, как раз вызван тем, что нам нужно преодолеть идеологию глобализма, идеологию устойчивого развития, которые закрывают нам путь в будущее, которые являются источником конфликтов по той же самой причине, о которой говорил Юрий Владимирович, потому что сейчас нет места, где можно говорить от имени человечества. Организация Объединенных Наций – это клуб, где защищаются и играются с интересами отдельных стран и наций. И поэтому нужно выйти. А глобализация – это проект, проект, который имеет совершенно понятных авторов. Бауман придумал слово «глобализация». Крупнейшие корпорации являются основными получателями дивидендов от идеи глобализации. Но она наткнулась на принципиальные трудности. Глобализация – это попытка создать единое и универсальное. Один взгляд на будущее, один взгляд на мир, одно понимание интересов, одно понимание, если можно дойти до этого, истории. И тут началось, что не все страны цивилизации хотят быть глобализированными. А идея мультикультурализма, которая является спутником идеи глобализации, уже общепризнана, и Меркель это признала, и другие, не работает в Европе. Сейчас Европа озабочена тем, чтобы найти другой способ мышления, чтобы решить конфликты с мигрантами, с многокультурностью, с многоцивилизационностью и так далее. И в рамках идеологии глобализации этого сделать нельзя, принципиально. Отсюда и наши поиски того места. И нам очень хотелось, чтобы это место было укоренено в Украине. Потому что мы считаем, что Украина сейчас страна или место, в котором так плохо, в каком-то смысле, что можно высказывать сумасшедшие идеи, выходить за пределы, потому что в развитых так называемых странах все уже слишком упорядочено. Устоявшиеся. И устоявшиеся. Отсюда это устойчивое развитие, это, так сказать, оттуда. И третье, нам хочется, чтобы в Украине жил интеллект. Интеллект живет в тех местах, где решаются предельные вещи, решаются предельные задачи. А сегодня создание человечества – это предельная задача, которая требует иного интеллекта, чем существует. Тарас, может быть. Нет, ну действительно, здесь задача стоит соединение, с одной стороны, множественности. Множественности культурной, множественности экономической, религиозной и так далее, всяких множественностей. В понимании целостного человечества как чего-то целого. Вот это вот самая большая задачка, которая позволит нам разным жить вместе. Просто жить вместе на этой планете. Причем не в отрыве, не рассматривать только человека, исключительно не делая антропоцентрические модели. Но жить вместе, например, с природой. Жить вместе с космосом. Жить вместе с искусственным интеллектом и возможными другими его развитиями. То есть попытка найти иное место в иной парадигме для нас, которые будут потом. Причем здесь уже несколько раз сказали про будущее. Будущее ведь не для всех. Это вот как-то будущее не для всех. Это вы сейчас вот, конечно, я волнуюсь. А наши дети, а внуки. Вот да, конечно. Вот чепушинка в том и заключается, что многие останутся жить во вчера. И с этим тоже надо что-то делать. В длящемся настоящем, но не в будущем. Но не в будущем. Сергей, что-то они все запутывают очень серьезно, как для меня. Мы вынашивали установку в своем мышлении. Найти позицию, которая бы позволила обозревать все, вот как в начале мои коллеги рассказывали. И в то же время не делать обозревание объектом. Идея глобальности происходит из объектного видения мира. Ну то есть какой мир? Глобальный. Что значит? Похож на глобус. То есть попытка его очевидным образом представить. Но проблема даже не в самой глобальности, проблема более глубока. В мире и мирности. Когда Хайдегг развивал эту идею, говоря о мире и мирности, и полагал его как пространственное представление присутствия, он противопоставлял ему идею бытийности через первичное представление существования. И говорил, что есть время, в нем мы можем ухватывать эти переходы. Есть разные эксистенциалы, которые позволяют нам прорываться к этому бытию. И мы обнаружили, что той позиции, из которой можно бытийствовать, в общем-то нет. Потому что ни один из существующих институтов ее не представляет. И пока была живая философия, она умирает, живая философия, где-то в 80-е годы 20-го века. По сей день в мире нет живой философии. То есть философия, которая берет на себя вызов проблем, поднимается над ними и пытается создавать новое мышление. Помыслить непомысленное, отвечать неотвеченное, почувствовать непрочувствованное, с установкой на мудрость, как, собственно, и представлял Пифагор. И вот в этом разрыве мы попытались выйти на идею человечества. И как только мы попытались выйти на идею человечества, оказалось несколько отрицаний. То есть ООН нечеловечество. Это решение противоречия между сильными странами за счет слабых стран. Ну так устав построен, там неравенство стран, там есть совет безопасности. Ну все как бы страны равны, но некоторые равнее. Вот они решаются и проблемы, они обладают правом вед за счет слабых стран. Это не Бельдербергский клуб, это не G7, это не Давос. Не-не-не-не-не-не. Не то, не другое. Как-то уже да тогда. Не единое правительство. Да, не единое правительство. Которому склоняются все, кто пытается перестроить глобальный мир. Не правительство философов точно, Сережа, эту тему. Не правительство, это живая философия, но которая как бы временно не присутствует в мире. Временно ее нет. Еще вот, у нас каждый из нас, мы все разные. Мы сошлись на том, что надо думать про человечество, но у каждого свои истоки. Думать человечеством. Вот это очень важное, точнее, думать из позиции человечества. Но мы разные, с бэкграундом разным, биографиями, устремлениями. И у нас за счет этого мы с одной стороны модель человечества. Если мы можем договориться и выйти на что-то, значит и другие могут. То есть в конце программы будем понимать, есть ли у нас шанс. Если вы в конце договоритесь о чем-то, да, я правильно понимаю? Мы договорились договариваться. Вот самое важное, что мы сделали. Давайте по второму кругу, извини, переговорим. Может быть Юрий начал и как-то хочется понять, на чем... Да дело не в кругах. Ну смотри, Андреич, дело не в кругах. Давайте по-разному подвигаемся. Вот как я пришел к этому. Я книжник. Прочитал огромное количество книг, теоретик и так далее. Значит, так как я вырос в Советском Союзе, в 60-е годы стал взрослым, я только тогда что-то узнал про христианство. По тому, как нам подавались культуры, доступ и всего прочего, я дао-дзы прочитал намного раньше, чем Евангелие. Но я пришел к христианству. Хотя меня крестили в детстве, я не знал, я крестился второй раз. Я в этом смысле православный верующий, но при этом я напитался с детства и греческой философией, и китайской, и поэзией, и мифологией. И мне внутренне было трудно сказать и отказаться, что есть только одна правда. Есть только одна истина, которая несет христианство. Мне надо было одновременно быть христианином и одновременно считать, что великие люди, которые жили в разных цивилизациях, в разных странах, которых я люблю, тоже несут в себе от святой истины. И для этого надо мыслить по-другому. Нельзя мыслить для меня, что вот эта истина, все остальное не истина. Надо признать, что лао-дзы, или учителя буддизма, или маори со своими мифами, очень глубокими, или латиноамериканцы. Они все несут нечто важное для всех, для человечества. Нельзя их откинуть, отбросить и сказать, что нет, вот только моя культура является единственной. И мои дети должны изучать только эту культуру. И отсюда идея того, что есть нечто, что объемлет всех нас. Есть идея, для меня идея Бога, которая лежит за религиозными различиями. При этом я остаюсь православным. И вот эта вот двойственность, и с другой стороны признание, что человечество – это не актуальное состояние людей, это не род человеческий в данном состоянии, а вся совокупность вот этого духовного достояния была очень важна. Было очень важно сказать, что человечество – это вот не те 7 миллиардов, которые живут сейчас, а что Сократ является одним из светочей человечества. И он жив. Он жив, пока я с ним беседую. Пока я с ним разговариваю, и пока я его понимаю. То же самое с Ла-Дзи. Пока кто-нибудь с ним разговаривает, не только я. Да, еще… А вдруг они между собой до сих пор разговаривают? И вот здесь возникает важная идея, на каком уровне строить первичное, ну такое самое элементарное представление о человечестве. Оказалось, что попытка чисто формально сказать, ну это совокупность всех людей, или это он, или это совокупность учений, учителей, учеников, как говорит Владимир Африканович. Важен вот этот вот момент, на каком уровне строить содержание. Коль скоро мы быстро договорились, что мы не можем строить это содержание на актуальном уровне, то есть мы не можем указывать, мы не можем объединять совокупность, или объединять даже в совокупность учения и учителей, мы вознуждены были признать, что есть некое трансцендентное, то есть потустороннее представление, или творческое, или какое-то иное представление о человечестве, которое нужно каким-то образом удержать. То есть возникла вот эта необходимость легитимации, концептуальной легитимации представления о человечестве, выходящая за пределы актуальности. И когда мы поставили для себя эту задачу, вот мы попытались сказать, вот давайте сделаем институт человечества. В каком смысле институт? Это не институт в правовом образе, представляющий человечество. Это институт, который, удерживая как бы некоторую социальную структуру, ну как минимум нас четырех, да, пытается в мышлении делать нечто другое, нежели сама эта структура. И вот это делать нечто другое, то есть выходить за эти пределы, позволяет в актуальности легитимировать вот эти вот виртуальные содержания, выходящие за пределы нашей жизни, нашей актуальной общности, нашего соприсутствия здесь, выходящие за эти пределы. И тогда получается, что институт человечества есть такая попытка как-то обозначить этот процесс. Что это за процесс? Да, что... Давайте я несколько слов. Я немножко заземлю этот разговор. Да, это было бы неплохо. Двумя историями из нашей жизни. Первая история произошла в далекие довоенные годы, это был восьмой или девятый год, нас пригласил поговорить Олег Дмитриевич Бакланов. Для многих он известен как один из участников ГКЧП, но вообще перед этим он был министром Минсредмаша и руководителем космических программ в России. В Советском Союзе. В Советском Союзе, а не в России. После этого некоторого времени разговоров он сказал, что мы понимаем, что перед космической программой сейчас стоят совершенно другие задачи, чем те, которые стояли, когда я это делал. Для меня, сказал он, космос это способ решения проблем человечества, поскольку понятно, что межгосударственные проблемы на межгосударственном уровне решены быть не могут. И космос это та точка, из которой можно увидеть землю в целом. Старый коммунист увидел землю в целом и понял, что ни из одной точки на земле проблемы решены быть не могут. Это вот он очень важная вещь сказал. Он говорит, мы все понимаем про железо. Мы можем делать ракеты. Мы можем запускать. Мы всю эту механику инженерную понимаем. Мы не понимаем, что происходит с людьми. Мы не понимаем, что произойдет, когда мы пойдем в космос. Он для этого нас пригласил. Он говорит, у нас нет людей, которые размышляют, что будет и зачем мы идем в космос. Это первая история и совсем недавняя история. Когда мы вышли на тему человечества, оказалось, что не мы одни такие умные. Шведский фонд глобальных проблем в 1917 году объявил конкурс, как мы его интерпретируем, на новую архитектуру человечества. Поскольку было понятно, что ни ООН, ни какие другие международные институты и организации, ни международное право в сегодняшней ситуации не работают и дискредитированы полностью. Работает только одно право. Право силы. Которое не очень устраивает всех, кроме сильных. Да и сильных не устраивает. И тогда возникает вопрос, а как иначе можно организовать взаимодействие людей на земле? И этот вопрос оказался не самым простым, поскольку можно предложить всемирный халифат. И это будет один способ решения. Он предложен, и этот способ продвигается. Но он не устраивает. Всемирное правительство другой вариант. Мы участвовали в этом конкурсе. Мы не прошли до конца, потому что предложили слишком радикальное решение. Члены жюри не могли отказаться ни от идеи глобальности, ни от идеи устойчивого развития, которых мы в своем проекте отрицали. Но что мы смогли, на чем мы сделали акценты, это акцент на том, что основанием, на котором мы договариваемся, это наше общее достояние Земля. И по отношению к Земле, к природе и космосу можно строить экономические отношения. Это свобода, с одной стороны, предпринимательства, с другой стороны, и устремленность, с другой стороны, очень строгие правила вот этого взаимодействия между собой и Землей. И третий важнейший аспект, это другое, иное образование. Иное образование, которое задает целостность мышления человечеству. Современное технологическое образование продвигается корпорациями, ради корпораций и их интересов. И все эти разговоры о том, что новые технологии, они и есть суть нового образования, это и есть воплощение интересов корпораций, а не людей и Земли. Два. Подождите, подождите. Можно я, наконец, комплимент, как бы это все-таки скажу, потому что я готовился, ну и понятно, вспоминаешь, первое, когда в таком кругу серьезных людей, Людмила решила вот как-то модерировать все это, я вспомнил, ну как-то невольно напрашивается человечество, человеческое, там слишком человеческое, и как-то Ницше, вот Сергей бы сразу меня поправил, у него же есть хороший образ. Вот лабиринтный человек, я себя таким сейчас чувствую просто, ищет не выход из лабиринта нашего разговора, а свою Ариадну. И вот Ариадну мы уже нашли. Это такой комплимент, да? Ну то есть хорошо, когда есть человек, который вот просто так говорит, я вас поведу, и мы придем к истине. Нет, 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 вот это я не скажу никогда, просто извините. Ну, уважаемые гости, я не могу долго занимать ваше время, потому что мы хотим вас послушать, конечно, и наши подписчики, все многочисленные, уже почти 100 тысяч на Укралайфе, и сейчас, думаю, многие подписаны, потому что не так часто собирается такой вот, это даже не мозговой штурм, а как-то опять же о человечестве. У Платона уже есть такой максимальный человек масса, а тут как бы максимальные люди вот какого-то нашего сообщества и экспертов, и наших гостей, и наших зрителей в конце концов. Поэтому как-то хочется, чтобы максимальные вопросы были поставлены, ну и уж как получится на них ответить. Я думаю, что когда вот мы говорим о том, что глобализм это плохо, или там устойчивое развитие нам не подходит, то как-то можно же уточнить понятие, да, Сергей, это же философия часто делается. Ну, хорошо. И хорошо было бы сказать, что главная проблема человечества на протяжении, ну, всей этой предыстории, начиная с того, что мы считаем историей цивилизации, или там классового общества, или вот предыстория такого классика звучит. До этого же был там матриархат, там родовой строй, там вот матриархат, очень так неплохо, кстати, было, ну, правда, ужасно, потому что коротко, мало люди жили, но никакого неравенства не было, классово в первую очередь, да? Так вся эта предыстория, и есть история там противостояния или борьбы, если угодно, там, ну, смертельной борьбы, столкновения труда и капитала. Поэтому вот общественный характер труда и частно-собственнический характер присвоения, это главная проблема, коллизия, и как ни крути, мы к этому все равно приходим. О чем бы мы ни говорили, об экологии, о личной жизни, или же о том, что ООН выражает интересы только сильных стран. Нет, не в коем случае. Хорошо, все, я передаю трубочку. Мы совершенно к этому не пришли. Ну, давайте, я попытаюсь ответить. Нет, конечно. Прежде всего, если мы хотим говорить о человечестве, мы должны выйти не только за пределы социальности, что как бы само собой понятно, за пределы экономики, политики и разных культурных отношений. Но возникает вопрос, куда мы тогда попадем? И в этом смысле, одно дело быть человеком, совершенно другое дело принадлежать человечеству. Ницше, когда строил свое понимание, он строил на установке быть не просто человеком, быть сверхчеловеком. То есть отдать себя некоторой сущности, которая реализует это человеческое содержание и попытаться в направлении этой сущности проследовать. Такую задачу ставил Ницше. У нас задача принципиально другая. Не просто реализовать некоторую сущность человеков или человеческую, а попытаться эту сущность реализовать совместно, при этом пытаясь понять, что такое это совместность, на котором уровне она происходит. И вот наш ответ, что эта совместность не происходит на уровне социальности. Я говорю о субстанции, о труде, не по Ницше, а по Энгельсу. Если мы говорим о труде и о людях, которые поражены, о труде человечества. Человечество не формируется внутри социальности. Вообще. Социальность, что это такое? Социальность. Это не научный термин. Там, где труд. Не категория философии, а социальность. А мы, во-первых, не философы. Да. Нам лезть. С моей точки зрения философия давно превратилась в определенную область со своими правилами, традициями. Философознание. Живая философия не превратилась. Философознание превратилась. Ну подожди. Живая эти. Подожди. Философ, это тот, кто кандидат, доктор философии. Нет, это философовед. Не спорь со мной. Ты не спеши. А как же вы договорились договориться? Наконец-то начались споры. Ура. Это и есть результат договоренности. Мы можем спорить, мы можем противоречить. Мы можем не признавать точку зрения или позицию другого, но при этом мы продолжаем договариваться. Так вот, базовую проблему с нашей точки зрения уже зафиксировал ТРС. Это не противоречие между трудом и капиталом. Это противоречие между умышлением, которое может схватить разное, и мышление, которое ориентировано только на одно. Нам придется отказаться от восхваления идеи конкуренции. Владимир Алексеевич, я, прошу прощения, после вас перебью, но вы не боитесь, что все-таки вопросом мышления как раз и занималась лет 2000 с небольшим философия, вот серьезная, классическая философия. И сейчас именно мышлением она должна заниматься. живая там, она или не живая, это второй вопрос. Андрей, и чем она занималась? Если ты скажешь, чем она занималась... Значит, я же, понимаете, я же, как и Сережа, отличаю философов, так сказать, с большой буквы. Мышление, вы сказали. Мышление. Вот если мы на ничем углубляться, мышление, думание, разум и так далее, это раз... Нет, я сейчас говорил о мышлении очень обобщенно, не различая его философские аспекты или дистанциональные аспекты и так далее. Поэты не меньше, и философы. Это да. Да, и Бадью считал, что поэзия это один из двигателей философии, как и любовь. Да. Но к чему я веду? Вот идея дополнительности при множественности отрицает идею конкуренции. Конкуренция может быть внутри, но основное, когда мы говорим о том, что у нас множественность, это означает, что мы каждый раз, вы должны выйти на такую вещь, как мудрость. Мудрость – это некоторые балансы, гармония между разным. И вот для нас идея мудрости сейчас является одной из прикладных идей. Тут Сережа вспомнил Ницше и сверхчеловека. Или мудрость чуть-чуть там, не точно. Да, но не важно. Но есть линия, в которую можно опираться в Украине? Вот начиная от... Сковорода? Не первой Сковорода, первый Лавион. Слово о законе и благодати. Киев – это место мудрости. И не даром Софийский собор стоит посредине Киева. И не даром Сковорода – носитель идеи мудрости. И его внучатый племянник Владимир Соловьев. Самый главный носитель мудрости. И критик, и продолжатель этой традиции Бердяев. Тоже с Украины. И вот нам... Мы хотим идею мудрости. То есть идею баланса разного. Каждый раз динамического баланса. В соответствии вот с чем-то. Ну не с ситуацией, как говорят менеджеры, но с соответствиями, с установками или основаниями. На переоснование отношений в мире является важным. И образование должно быть ориентировано на мудрость. На мудрость. Где подготовка к социальным ролям является необходимым элементом, но не определяющим. То есть не учить мыслить, а учить мудрствовать или как бы сказать вот... Ну каком-то мудрствовать это находить правильный баланс для данного момента, для решения своей задачи. Не исключая ничего. Ни миф о Маори. Я про Маори помню. Как сказать, раз жить самим и дать жить другим. Да, вот этот баланс. Я с этим кардинально не согласен. По той простой причине, что мудрость понимаю немного иначе. Я не считаю мудрость балансом. Я считаю мудрость неким устремлением которое с одной стороны устанавливает баланс, но за счет выхода виной допускает иной баланс. Естественно, кто же говорит и спорит. Во-вторых, установку на мудрость привносит Пифагор и он вообще говорит о том, что философия, как установка на мудрость, это очень точное, потому что философия не мудрость, говорит Платон. Это установка на мудрость. говорит Платон. Господи, Платон, Пифагор. Мудрее лишь боги. А философ есть тот, кто является носителем этой установки на мудрость. Но, кроме этой интенсивной установки на мудрость, есть еще экстенсивная установка, которая звучит так, помыслить не мысленно. Вот те все кандидаты и доктора философии, это те, кто умеет помыслить помысленно. Мало того, присвоить вам какую-то степень можно только на основании того, что вы сравниваете помысленно с уже помысленно. И на основании этого вы можете в 20 секунд. Да, ты можешь мыслить помысленно. Присвоение степени это социальный акт. И он держится на социальных отношениях. Точно. А в чем ты со мной не согласен? Что момент человечества как содержания начинается в тот момент, когда мы не ищем никаких балансов. балансующий потом, когда совершили рывок. Вот. И вот этот рывок мне представляется чересчур важным. Потому что когда мы попытались задать себе вопрос о каких основаниях Сократ вообще входит в человечество? Или а как вообще можно войти в человечество? И оказалось, что есть особые позиции, в которых присутствует сущность или которые являются носителями сущности. Это существенные мыслители. И как ты читаешь Хайдер, я в одном из вариантов перевода нашел такое место, потом я уже, к сожалению, потерял, и найти больше не мог. Существенный мыслитель пишет для следующего существенного мыслителя. Или существенные мыслители беседуют только друг с другом. И вот спрашивается о чем? Первоначально мы попытались так сформулировать, что человечество есть беседа сущности о сущности. Но это не точное понимание. Потому что они уже представители сути. Что им об этой сути беседы? И вот тогда родилось другое понимание. Беседа сущностей об ином. Вот эта способность помыслить не помысленно, способность выйти из-за предела человечного и обнаружить нечто иное и после этого сделать претензию на новую мудрость или на иную мудрость. Так будет наверное промельнее. Вот есть важный момент человечества. Это беседа сущности или носителей сущностей существенных носителей об ином. И вот это фундаментальная способность человечества обнаруживать иное является той способности благодаря чему оно может быть действовать. Благодаря чему оно может сохранять это свое важнейшее качество. И вот здесь человечество впервые оказывается негматичным, потаенным. То есть туда, куда еще надо прорваться. Что не дано непосредственно ни в социальности, ни в попытке обнаружить свое качество внутри себя. Потому что внутри себя можно обнаружить бесконечное человеческое и даже сверхчеловеческое. В зависимости от того, как глубоко ты в себя будешь погружаться. Но оказаться сопринадлежным человечеству можно лишь в усилии стремлений к этому иному. Сереж, для меня основным выразителем этого является кардинал Николай Кузанский. Ты же помнишь, у него идея незнания является базовая вслед за Сократом. Он говорит о незнаемом. А незнаемого у него чтобы получить надо стать простым. У него простецы. Но не редукцирован. Не дарутся простым. Это значит отказаться от лишнего и выскочить к сути. И выразить ее просто. Потому что просто это непримитивность. и мы пытаемся работать с незнаемым. И пытаемся это сделать просто. И вот мычим, потому что просто вот этот весь сложный мир. трудно. Просто мы мычим. Извини, Юра, тебе все время не дают слова. У нас надо брать. У нас кто не взял слово, тому не досталось. Это ж такие дискуссии. Вот знаете, о чем я хочу вас сейчас попросить. Вот Андрей он с вами на одной волне. Он все время понимает о чем вы говорите. Он даже включается и спорит. А я позвольте мне иногда как зритель вот с той стороны. Все же зрители с вами на одной волне. Я иногда буду задавать такие глупые вопросы. Вот смотрите, а давайте мы с вами будем сегодня говорить о человечестве и обозначим какую-то узкую тему. Потому что я так понимаю мы будем с какой-то периодичностью встречаться. И давайте попытаемся людям, которые нас смотрят, скажем вот сегодня будем говорить об этом. И начнем говорить об этом. Как угодно просто сложно но как-то сузим тему давайте как это у классика широк человек надо бы сузить. Я думаю тоже два пути вхождения в культуру есть не я это придумал как там все великие истины банальные но обратно не всегда справедливо и вот к слову все таки философия любовь к мудрости Сережа вспомнила мудрости и не Сергей установка подмена философия филотипии любовью к общим местам поэтому я скажу банальную вещь что есть два пути вхождения в культуру путь Христа путь веры путь религии в конце концов и путь Сократа путь познания и так далее если это различить четко будет легче Хайдегер понятно это иррационализм экзоциализм это вопрос как потом надо входить в культуру или выходить мы выходим вот это принципиально и так вот после этого цикла беседы уже можно о том что собой представляет человечество в нашем понимании я бы сказал что человечество это пространство в котором формируются основания и организация социума то есть это точно не социум это оболочка вокруг социума в которой формируются вот эти вот мысли о том как можно жить вместе формируются не значит что они автоматически реализуются они человечеством в пространстве человечества пребывают существуют порождаются никогда не умирают и иногда социум что-то из этого принимает к реализации в своей организации то есть мы предельно четко разделяем социум как некую организацию ныне живущих людей и те идеи организации совместной жизни которые могут быть социализированы или реализованы в социальной организации идеи живут отдельно и человечество с этой точки зрения это пространство куда можно войти и можно не войти и опять и с этой точки зрения в какой-то момент социального времени человечество может быть представлено одним человеком который помыслил целое помыслил иное целое увидел помыслил иное целое иную социальную организацию и в этом смысле человечество это не сумма это позиция из которой видно социальная организация а теперь про культуру 50 лет своей жизни я яростно защищал ценность культуры я доктор культуроводии значит диссертацию защищал я сказать для меня культура это нормы образцы и эталоны на которые ориентируются люди через которые создаются социальные коллективы культура нужна для того чтобы иметь нормы как жить вместе но если мы начинаем говорить что вот эти нормы которых мы живем сейчас нас не устраивает что и видим что где-то там на сущностном плане есть другие идеи и хотим туда прорваться от культуры надо отказываться в пользу чего без культуры в пользу без культуры и незнания и культивирования и незнания варварство опять вам подавай нет это очень это очень высокий уровень мышления невежество это отличается от отрефлектированного незнания как у Сократа который говорил я знаю чего я не знаю и сколько я не знаю вот надо выйти в позицию Сократа и понять чего нас чего мы не знаем и от того что мы знаем надо отказаться в современном образовании про которое я говорю базовая способность освобождаться освобождаться временно откладывать куда-то в кладовую все что я знаю потом при необходимости я оттуда это возьму как инструмент но в момент мышления я должен быть пустой и это есть и тут очень важный методологический методологический момент мы традиционно нас привыкли жить в вилках или знания или незнания или там например демократия или тирания нас постоянно загоняют вот в этот выбор или-или то состояние которое о котором говорим мы состояние иного это не или-или это иное которое допустимо может быть и-и в каких-то отношениях в балансе одно и другое это может быть нечто третье или четвертое или энное то есть вот эти состояния о которых мы говорим и почему Сережа в частности говорила по поводу помыслить немыслимое это возможность актуализации чего-то что не есть смешимо с тем что есть сейчас а есть уникально и не проявлено до сих пор вот это основное отличие от мультикультурализма да вот р자가 мультикультурализм раз о культуре заговорили говорить все должны быть всем и все должны принимать все даже если это противоречие твоим ценностным или жизненным или религиозным установкам ты должен это принимать ну не так не все все а все должны принять эту да и это все а и определенную доктрину это верховенство прав человека это в ценность жизни как высшая человеческая ценность ну и там набор ценностей вы сначала это делается а потом молитесь своим богам как бы вам это нравилось или не нравилось но вы это принимаете это все это а потом уже можете из к империи да верь во что хочешь но пожалуйста принеси жертву императору но как богу и вот на этом манипуляция фактически мультиклюрализм в этом смысле достаточно манипулятивен потому что так или иначе решается что это все именно это конкретное все не то что еще не помысленно или иное это выносится за скобки это есть антисоциально антиценностно и это плохо и в этом плане в конечном итоге как и не парадоксально звучит но мультикультурализм очень сильно ведет к поиску образа врага что есть прав почему это интересно ну вот очень простой пример ценность здорового образа жизни вроде замечательно да тут же находятся враги никотин алкоголь наркотики сахар соль если дальше продолжать этот список животные животные вот и так далее так далее но почему-то выбирается из этого списка что-то одно вот у нас сейчас это вот а в основном никотин и наркотики да объявляется всеобщим врагом и начинается самая настоящая дискриминация в отношении тех людей которые курят в отношении хотя они курят сознательно они манипулятивно то есть это их жизненный выбор но они загоняются в те же самые я знаю что в некоторых странах вот в частности юго-восточной айси та же ситуация сейчас начинается с сахаром а где проводятся огромные компании sweet kills сладко убивает совершенно потрясающими визуальными рядами и пропагандой и вот этот вот выбор определение вот то что я не сказал по поводу что это все что какое конкретное все мы должны быть у всех он очень манипулятивен и вот как раз то о чем мы говорим это от допущение иного это иное не обязательно должно стать моим вот почему я сказал что будущее не для всех мое это сегодня да я например не хочу будущее есть много людей которые говорят вот все будет все будет компьютеризировано хорари кричит по поводу того что big data big brother на за нами будет смотреть и так далее а а я не хочу это чем не делать вы раньше в условиях мономодельности все было очень просто как сказал был платон тот же самый как начинается демократия когда бедные пришли к власти и честь и часть граждан выслали часть урезали в гражданских правах а часть уничтожили тогда начинается демократия так она и есть так вот я такой модель не хочу базовая позиция в которой мы находимся эта позиция учеников я считаю что все великие учителя были одновременно учениками ученичество это тот образ жизни и мысли которым с моей точки зрения живет человечество но когда ты ученик ты должен отказываться от того что ты знаешь чему привык ты должен освободить внутри себя место для иного то что тебе скажет учитель а учитель может быть это виртуальная вещь учителя может быть бабушка на улице которая тебя сделала замечание в нужный момент и перевернула в тебе нечто так вот нужно и не только от культуры отказываться хотя так когда ты находишься в социуме ты соблюдаешь культурные нормы но в мышлении ты отказываешься то же самое с ценностями у меня большие споры и у нас у всех с разными деятелями которые кричат что ценности самое важное ради ценности мы готовы погибнуть ради ценности мы готовы вас уничтожить в том числе для того чтобы договориться группам которые имеют разные ценности нужно от них отказаться не смысле для себя а для аудиологии в договоре мы делая проекты новые организации для украины мы этим тоже занимаемся прикладном виде у нас есть проектом хартия будущего и так далее мы поняли что новое общество не сводящийся к тому что есть должно организовываться на уровне принципов а не ценностей и жить на уровне принципов откуда не возьмутся принципы как результат как результата оговоренности как мы будем жить вместе вот принцип множественность общественный договор еще вот тот от которого русо отказался именно росла не от этого нам надо это то что сейчас находится в прикладном портфеле наших работ мы этим занимаемся но вообще договоренность между людьми это является с нашей точки зрения базовым инструментом процесс договаривания очень важный момент вот и чему помянули русо в чем важное отличие русо воспринимал социальный договор общественный договор как статику как фиксирование вот как раз там мы то и пытаемся и уйти от статических состояния от фиксирования чего-либо до динамическим взаимоотношениям то что владимир фиканович говорил по поводу баланс баланс динамический процесс это постоянное балансирование в определенных условиях тоже пытался выйти на принцип но он выдвинул принцип естественности он не сработал я помню андреевна что не могу отказаться от принципов было помните такой поздний социализм начало перестройки замечательная сталинистка валанина андреева я помню помню это же вот принцип оттуда же слово пришло к нам и не уходит это там один из извращенных пониманий принцип принцип это о том как мы договоримся с вами жить вместе принцип это каких основаниях договорились пошли вместе не договорились разбежались или подрались вот я подхватывая тему ученичества мне кажется все таки цветовая была точнее когда она говорила что после часа ученичества приходит час одиночества мне такое чувство что все таки вы довольно одиноки в своем желании вот жить там не по понятиям а по принципам и как-то думать что можно договориться о чем-то и даже я как-то смущен уже просто нет да не один особенно возражение насчет того что и ты прав и ты прав с эти столомоновые штучки даже есть тоже есть противопротивоположность есть диалектика и вопрос не что не волнуйте это не вопрос не в том чтобы мы елка и это это а вот не то не это корректе снималась вопрос не в том чтобы вы же когда люди договариваются они довольте не том что каждый прав о том что каждый может оставаться правильностью мы себя но находится пространство общности который это пространство общности кардинальным образом может отличаться от того пространства где он преследует собственной ценности то есть нужно выделить пространство общества общности где мы вместе вот это пространство общности которое мы попытаемся пытаемся найти норм человечества но потребовала вот целых ряд не то чтобы отказом но преодоление например преодоление пространства то есть человечество это же не некое пространство хоть это и этого шарика планеты земля или отдельного государства или даже всей солнечной системы это не географическое пространство это попытка отказа от времени вот от идеи будущего как мы пришли человечество ненава до линейного времени от идеи будущего как вот новых технологий или естественного прогресса как выйти на идею человечества попытаться посмотреть на разрывное будущее то есть то будущие которое оторвано от настоящего то будущее которое через футурашок от переживаю о которых много и которые которая разворачивается в разные стороны, это совсем другая концепция времени. Как ни странно, мы все время где-то смыкаемся с квантовой физикой и с квантовыми представлениями, идя совершенно с другой стороны, не от физики и так далее. То есть, грубо говоря, вот эта попытка выделить пространство общности, как независимое от пространственных времен, линейно-временных координат, от социальности, от разных нагромождений культуры, оно является самоценным, потому что только там можно находить эту общность. Я бы хотел различить одиночество и уединенность. Я не одинок. У меня жена, с которой я 50 лет живу, внуки, дети. Мы с ними друг друга понимаем, жена меня поддерживает. Но пространство, место, где можно рассуждать о человечестве, оно пока уединенное. Туда не прорублены массовые, так сказать, туристские пути. И мы там находимся, и совершенно не стремимся. Уже вазанов, они цвета, с левомопавшими листьями, уединенные. Все понятно, да? Да. Ну, а есть еще такой афоризм. Вот, Радожи, отказ же был от культуры, отказ от ценностей, от пространства, от времени. А куда? Какое будущее вы себе представляете? Вот для меня непонятно, честно. Может быть, Людмила поняла. Нет, вот слово «отказ», вы понимаете, не совсем правильно. Нет, 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 секундочку. Духая несознанка. Нет, вот секундочку. Весь вопрос, что когда мы движемся к иному, мы работаем на пустой доске. Там есть несколько точек, которые мы поставили, и мы на ней работаем. Но когда я начинаю войти в социум, вернусь в социум из своего уединения, я начну вытаскивать из своего культурного шкафа очень многое. И авторов, и поэтов, и каких-то инструментов, которые разработали менеджеры и так далее. Я их только использую как инструменты, а не как рамки для себя. Преодоление – это преодоление рамочности, а не отказ. Отказ, не забывание. Это превращение в инструменты. И разговор о том, что культура перестала быть предельным инструментом. Или рамка, вернее. Она становится инструментом, с которым мы строим общество. Сноска на полях. В офисе у нас две доски. Одна доска социальная, где мы рисуем социальные проекты, социальные структуры. И одна отдельная трансцендентная доска, где мы рисуем трансцендентные планы, планы моделей человечества и прочие вещи. И запрещено одни вещи, которые предназначены для одной доски, рисовать на другой доске. И это и есть попытка разделить эти содержательные пространства. ПТС к тому, что сказал Сережа. На той трансцендентной доске у нас приходил просто ребенок одной нашей, и в углу нарисовал маленького человечка. Как ребенок рисует вот такой вот шариками. И вот он не стирается с трансцендентной доски. То же в чем дело? С тем, о чем мы сейчас обсуждаем, нельзя идти к людям и говорить, вот действуйте так. Там много переходных еще есть вещей. Люди хотят, чтобы им сказали рецепт. К нам приходят и говорят, вы такие умные, скажите, чего делать завтра. Да, я повторю вопрос. Раз вы такие умные, скажите, что делать уже сегодня, завтра уже поздно может быть. Новое образование строить. У меня другого ответа нет. Новое образование, что вы имеете в виду по новому образованию? Вот, извините, можно я вас секундочку перебью? Вот смотрите, мы же вот очень часто говорим о том, что мы сейчас в Украине создаем наше новое национальное государство. Мы хотим национальную идею. Нет. Мы не создаем. Мы не создаем национальное государство. Вы нет, вы нет. Но я говорю, что все остальные... Нет, мы создаем национальную республику. Мы создаем другое. Украину, но не в рамках идеи государства. Вот, давайте вот сравним тогда, сравним то, что мы сейчас пытаемся построить. Мы говорим, что там один язык, по возможности одна вера, там одни цели, одна национальная идея на всех плакатах. Кто это говорит? Это говорят наши политики. Кто эти плакаты повесил? Политики. Все? Это общее мнение. Это политики. Ну так политики, к ним обращайтесь. Нет, просто чем важно, это очень важно. Потому что если... А как тогда строить украинское государство? Вот... Мы пытаемся договориться об общем. Договор об общем республика. Республика это... Общее дело. ...предвосхищение, но первый шаг к человечеству. Первый шаг на пути к человечеству. Первый шаг. Это еще не человечество. Это даже не вхождение в пространство. Но это первый шаг, как бы такая первая тренировка. Это не государство во главе, которого стоит государь. Вот это важно иногда говорить нашим зрителям, чтобы мы понимали вот такими простыми вещами. Вот чепушинок очень много в этом плане, потому что вот государство по-английски, оно state. Оно state, конечно. Да, state это статус. Это некое состояние зафиксировано. По-русски мы говорим государство. На самом деле на английский язык есть слово, которым смыслово переводится государство. И все его знают из истории средних веков. Сюзеренитет. Сюзерен. Сюзерен. Поэтому, когда мы говорим о государстве, мы говорим о сюзерене. И о подданных. И о подданных. Поэтому смыслово в головах уже сидит, где же этот добрый царь-батюшка. Не важно, как он будет называться. Будет он называться президентом или еще как-то. Мы готовы быть подданными вот такого целя. То есть априори, когда мы принимаем эти правила. Сереж, уточни. Потому что это прозвучало как манифест. В том смысле, в этой концепте мы готовы быть подданными. А задача состоит, чтобы создать свободных граждан. Не подданных. Гражданские подданности это совершенно разные модели машины. Мало тебе биопаспорта получается, да? Казалось бы, что еще? И организация свободных граждан, и есть республика. И мы это пытаемся построить. То есть вы такие утописты, да? А что бывает? Я проектировщик. Я точно знаю, что в основании любого проекта, если он действительно проект, а не повтор, лежит некоторая утопия. Место которого... Я как историк архитектуры могу показать, какие утопии лежали всегда. Человечество одним из продуктов человечества является утопии, атопии и так далее. То есть вы занимаетесь антинаучными вещами, потому что утопия же как, ну, как концептор скотикована, да? Я считаю... Непонятно, о чем вы занимаетесь? Мышлением? Мудрее, мудрствованием? Мышлением. Нет, мышлением. Мудрее всего мышлением. Мышлением. Затем мудрством. А наука – это социальный институт, который определенную форму мышления, объектную или объектно-субъектную превратил в абсолютный инструмент. Хотя мы можем показать, как Фрэнсис Бекон это начинал делать и так далее. Чуть по-точневски, это форма общественного сознания, самосознания, которое наряду с другими формами существует, как такая настройка. Это социальная организация. А вы как-то ее так вот прямо наука – это плохо? Это не плохо, это ограниченный инструмент. Но ваше мышление ненаучное, да? Какое-то оно другое. В том числе научное. Я доктор наук. Я знаю, где можно говорить об объективности, а где нельзя. О человечестве нельзя говорить объективно. И поэтому человечество не может рассматриваться в рамках науки. То есть объективность законов развития человечества не существует? Нет. Не существует. Вот тут вы сходите все, молодцы. Это же элементарно. Уже договорились. Консенс. Базовые принципы должны соблюдаться. Ну, вот знаете, что я вам хочу сказать? У нас тут буквально осталось еще точно пять минут. Что я хочу сказать? То есть раз уж вы продвигаете такие мысли, то вы же обязаны их как-то продвигать в народ. Зачем? Зачем? Потому что интересно. Кому? Кому интересно к нам приходят. У нас все семинары открыты. И человек 20-30 приходит. А если люди, между прочим, живут в другом конце Украины? Они тоже хотят. Выкладываются материалы. Выкладываются материалы на сайт. Открыто. На вашем канале тоже вот и Африканыч. Ну, то есть это вот такая большая затравка, я бы сказал, да? Какое-то вот... Ну, так мы продолжим об этом говорить или нет? Если это окажется интересным кому-нибудь, кроме сидящих перед камерами. Ну, тогда мы вас приглашаем. Тогда, если мы... Ну, Юра, давайте вот просто резюмируем какие-то вещи. Может, каждый скажет, ну, как бывает на наших шоу, на наших баттлах. Каждый по чуть-чуть скажет, что-то, что надо понять. До чего мы договорились. Конечно. Значит, я что хочу сказать тогда нашим зрителям, что мы приглашаем продолжить сегодняшнюю дискуссию. Она... Ух, у меня просто мозги дымятся совершенно. Я честно, искренне об этом говорю. Вот. Поэтому, позвольте, действительно, Андрей прав, каждый из вас, ну, как-то мы завершим эту дискуссию. Конечно, это первая такая, я не знаю, программа, понравится вам, не понравится, посмотрим. Но, в любом случае, у каждого из вас есть сколько хотите. Ну, я начинал. Давайте я сейчас начну. Но начну не по поводу того, что мы здесь обсуждали. Опять же, мы много в довоенные годы работали в России и были с большим семинаром и лекциями про города. Это был 8- или 9-часовый семинар для одной из колковских программ, после которой нас пригласили на... 35-й канал. На второй, второй томский канал, который скандально закрывали потом. Ну, тогда он еще был вполне легальным. И разговор в студии ввел ведущий и совладелец канала, Африканыч с еще одним экспертом начали разговор про города. И я обратил внимание на то, что разговор ведущий поднимал все выше и выше в категориальном мыслительном аппарате. Парадигмы, подходы, принципы. И когда мы уже после эфира с ним шли к нему в кабинет выпить каникулы, спросил, кто это будет смотреть? Кому ты это все показываешь? Он говорит, что мы существуем 7 лет. У нас сейчас аудитория 30 тысяч человек, которые это хотят и это им интересно. Мы долго и тщательно строили свою аудиторию. Поэтому, если получится, мы тогда похлопали себя поляшком, сказали, да, навряд ли в Киеве есть такое количество людей в 3-миллионном или в 4,5-миллионном Киеве зрителей такого типа программ, как в Томске в 600-тысячном. 30 тысяч людей, которые... Поэтому дай бог, чтобы мы с вами нашли, организовали аудиторию, которая бы хотела про это разговаривать на таком уровне и готова была бы тратить время на то, чтобы слышать и участвовать в таких разговорах. Еще в 50-е, по-моему, годы поэт Мария Петровых написала стихотворение, такой крик души. У меня нет памяти механической, я не могу его прочесть, но смысл в чем? И кто придумал это понятие народ и зачем? Есть только люди. И я могу обращаться только к людям, а люди разные. И зачем нас всех людей мажут одним именем, где мы не проявляемся. Поэтому мы к народу не обращаемся. Мы обращаемся к людям, кому это интересно, кто может выскочить. Причем из моего понятия образования диплом не определяет образование. Образование определяет образование человека, себя как целого. И я встречал образованных слесарей и кучу необразованных профессоров, потому что они частные. И вот в том, что называется народ, много образованных. Те, кто хочет думать, те, кто читает. К ним мы обращаемся, а не к некой массе. Вы же понимаете, вот эта же идея большинства. И идея о том, что надо работать на количество. Ну все же маркетинговые стратегии, все говорят, что все определяет количество. Большинство всегда право. И так далее. Никогда большинству не бывает право, когда нужно сделать что-то новое. И не продаем мы свои идеи. Мы не занимаемся маркетингом. Мы ищем собеседников. Ой, вы знаете, в начале такого пути, если он даст бог состоит. Тут и есть один очень интересный момент. Мы много говорим об иное. И вот эта фраза, которую я видел, вас немножко напрягла по поводу того, по поводу, что будущее не для всех. Оставайтесь такими, как вы есть и там, где вы есть. Это апостола Павла, кстати, спросили. Но он на Вернаде. Вот что нам делать, Павел? Вот побросать все, уйти в схему, перестать делать то, что все, пятое, десятье. Нет. Апостол Павел ответил, оставайтесь в том чине и звании, в котором вы были призваны. Это очень важный момент быть собой и допускать, что другие другие или иные. Есть люди, я знаю, такие сферы, для которых ценность нации превыше всего, и именно ради этого они отдавали груз. Вопрос событийствования вот таких вот разных, иногда противоположных мнений в одной республике и нахождение того, что называется «общее», а оно действительно не в плоскости ценностей. и действительно не в плоскости собственности, потому что есть люди, для которых собственность – ничто. вот поиск вот этого ответа на вопрос, как нам жить действительно в динамическом мире, который меняется постоянно. спонтанно. И, что бы ни говорили футурологи, меняется непредсказуемо. спонтанно. Вот как нам жить разным, вот в таком динамическом мире, и эти ускорения все меняя, и увеличиваются, и увеличиваются. Как нам жить, вот начиная сегодня, завтра, послезавтра, в динамике, когда вот мы сейчас, предположим, задумавшись об этом, начали процесс, который фактически не имеет конца, а имеет только маячки по дороге. И не потерять то целое при этом динамике, что было у Конфуция, что было у других. Когда мы говорим «отказ», это не значит смыть и забыть. Я просто у Конфуция беру то, чего соответствует моим принципам, но я его же не отрицаю. Я его читаю, я его пытаюсь понять, и много раз заново. Извините, Реша. Есть сознательный и в значительной степени мыслительный, опирающийся на опыт, на личное предпочтение, выбор, следовать ценностям, и жизнь будет осмысленная, яркая. Можно следовать принципам, она будет не такая яркая, более осмысленная, можно даже каким-то новообретенным, новодоговоренным принципам. Но вот институт человечества построен на исследовании установки, мышлением прорваться в человечество. мне кажется, что на вопрос о том, кому это будет интересно, очевидно, не тем, кто следует ценностям, не тем, кто следует старым или новообретенным принципам. Очевидно, те люди, которые могут удерживать некую установку, установку на вот это иное, неизвестное в значительной степени трансцендентное содержание. И вот мне кажется, те, кто готовы принять для себя или последовать за нашу установку, им может быть интересно то, чем мы занимаемся. Мне представляется, что это может быть интересным. И они могут противопоставить нам другую установку, и мы тогда будем искать пути договора с ним. Да. Мы не требуем согласия с нами. Я пометаю о том, что вы написали 11 сборников поэзии, хотя вот механическая память, говорит, не помните. Нет, я и своих не помню. Мы почитаем ваши стихи, да, Сережа, сейчас слово есть. Я тоже продолжу и закончу свою роль тут выполнен, да, вот есть, чуть сдвинув пастерна, когда в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно их из видов не кончить полной немотой. Вот, но молчать все-таки мы не будем, судьбилы. Я надеюсь, что в следующий раз вспоминаю другие определения вот человека, целостного человека, там, тотальности. Ну, как тут не вспомнишь классика, что кроме частичных индивидов или там общественного индивида есть же вот такая целостность или тотальность, которая называет ансамбль общественных отношений или ансамбль ансамблей. Вот что-то здесь подобное происходило, но я думаю, под руководством или как бы при участии дирижера мы это и продолжим. На самом деле, спасибо вам огромное. Спасибо. Для нас это большая честь, что вы к нам выбрались. Это действительно так и есть. Спасибо вам большое. И уж вы извините, у нас... Хотелось бы больших, наверное, мощностей, чтобы, может быть, и гостям было комфортнее, но на самом деле дело-то не в этом. Итак, основатели Института человечества сегодня были у нас в гостях, я надеюсь, в первый, но точно не в последний раз. Сергей Датюк. Спасибо огромное. Тарас Бебешко. Спасибо вам огромнейшее. Владимир Никитин. Большое спасибо. И, конечно, Юрий Чудновский. Огромнейшее вам спасибо. И, конечно, мой коллега Андрей Метлев. Спасибо огромное. Оставайтесь с нами. Это был Украл Альти. Украл Альти. Большое碗. Что это было? Погоerem каждого.